Для небольших населенных пунктов свой фельдшер фигура знаковая. Кто как не он и первую помощь окажет, и уколы сделает, да и просто посоветует лекарства. А вот когда в селе нет врача, как было в Шумаше, самое время бить в набат. Три года нам не могли ничего сделать вообще. Мы три года сидели вообще никуда. А в Мервино нам ехать, даже если не дай бог, очень есть. Особенно у пенсионеров наших не все машины, уколы даже некому делать. Нам же не ездить в Мервино так далеко. Последний раз нормального фельдшера здесь видели еще до пандемии. И вот теперь, спустя три года, жители Шумаше все-таки решились на серьезные меры. В августе они отправились с обращением в прокуратуру области. Там начали проверку. Длительное время здесь не было. Фельдшер, который до этого работал 22-й год практически весь, был на больничном в течение 10 месяцев. Помощь оказывалась только выездными бригадами. И с февраля 23-го года фельдшер какой-либо здесь отсутствовал. Результат вмешательства прокуроров не заставил себя долго ждать. Уже в начале октября на работу в пустующий ФАП приехал новый фельдшер. В ходе проверки установлено, что фактически ФАП не работает с февраля 23-го года в связи с отсутствием медицинского работника. В результате прокурорского вмешательства со 2 октября текущего года на вакантную должность фельдшера назначен медицинский работник. Нехватка медицинских кадров – проблема распространенная. Назначить фельдшера – задача не из простых. Но жителям Шумыша, очевидно, очень повезло. Наталья Ивановна очень доброжелательный, отзывчивый специалист. Она работает с 21-го года в другом фельдшерском пункте госплемстанции. Возлагаем на нее большие надежды. Она сегодня, грубо говоря, первый рабочий день здесь. Будет потихоньку вникать в работу здесь, знакомиться с населением. Пока что дали два раза в неделю. Но дальше сказали, что это будет, как бы, ну, постоянно сказали, аптечный киоск нам откроют, необходимые лекарства, чтобы были. Фельдшер, мы с ней уже познакомились, очень хорошая женщина. Наталья Ивановна такая доброжелательная, прям, ну, человек видно сразу, очень хороший человек. Так что мы очень рады, что спасибо огромное, там, всем представителям, прокуратуре нашей. В первый рабочий день фельдшера встречали всем селом. Как и представителей прокуратуры, как говорится, накипело. Разобраться просили и с обрушенным колодцем, и с разбитой дорогой, и с отсутствием подъезда к кладбищу. Все вопросы прокуроры взяли на контроль.